Девушки отдыхают Таня, можно тебя на минутку? Помнишь, ты притащила домой щенка? Помню. Обещала с ним гулять? Обещала. А теперь с твоей собакой гуляю я. Так вот, с твоим Костей я гулять не буду. Поняла? Девушки отдыхают И сегодня мы с вами... Наденька, не спать. Сегодня мы с вами будем изучать морской узел. У вас у каждого лежит вот такой пробничек, как у меня веревочка. Берем в ручки. Молодцы. И повторяем за мной. Делаем такую петелечку. Вот так. Надя, просыпайся. Хорошо. Теперь смотрите, ручку мы просовываем в эту петелечку, берем за нижнюю и... Оп так, раз. Хорошо. Правильно? Правильно. Садись. Молодцы, дети. А вы куда? Какая Катенька? Наденька, ты проснулась уже? Егорушка, развяжи меня. А вы нас только завязывать научили. А развязывать мы еще не умеем. Что? Так ты больше не моряк! Все! Сейчас, я даже узнал, доберусь. Сейчас вы у меня все поплежете. Вы все не моряки! Я один моряк! Привет, Кость! Че сидишь? Че халяешь? Почему халяю? Вот, качаюсь. Просто мой папа сказал, чтобы охранник все за меня делал. Константин Владимирович, может, я потяжелее возьму? А то как-то скучно. Да, можно. Я не устал. Видал, как я могу? Спасибо. Лена! Это что такое? Это мои друзья. Ты почему их в шкафу прячешь? Не знаю. Это я у мамы подсмотрела. Держи. Света! Здравствуйте, дети. Сегодня, как я и обещала, у нас будет контрольная по математике. Задание на доске. И предупреждаю, никаких шпаргалок и никакого списывания. Я скоро вернусь. Да вот и все. Эй, Степанов, слышишь, Степанов, шпуры есть? Отстань. Нет, да. Васильево, Васильево, отвиньте, троится, а то я не вижу. Так, хватит спешивать. Блинов, думать надо своей головой. Степанов, у меня есть моргалку. Сто курочки на облом, облом. Сидеть, тихо, и я все вижу. Сидеть, тихо, и я все вижу. Значит так, повторяю еще раз. Купишь два кило сахара, батон, кефир, два пакета молока, десятки яиц и пару коробков спичек. А на сдачу можешь купить себе мороженое. Запомнил? Да, мама, запомнил. Так, а это что такое? Ни сахара, ни батона, ни молока, ни кефира, ни яиц не было. Были только спички. А на оставшиеся деньги я купил мороженое. Как ты и сказала. Так, ребята, сегодня у нас будет контрольная работа по последним параграфам. Сейчас я скажу вам точно. Это страница. Блин, я совсем не подготовился. Я знаю, что делать. Мария Александровна! Да, Руслан. А как ваш сын-то поживает? Спасибо, что спросил. Вот сейчас как раз он тоже пишет контрольную работу в соседнем классе. А вчера был просто кошмар. Пришел вечером, открываю дверь, он стоит на пароле весь грязный. Я думаю, как так получилось? Все, это до конца урока. Это дришка, который с соседнего подъезда гулять. Не дошли до футбольного поля, упали там какую-то лужу. Денис. Сынок, послушай меня, пожалуйста, внимательно. Что, мам? Я бы хотела, чтобы мы с тобой были не просто как мать и сын, а еще как друзья. Понимаешь? Я вот хочу, чтобы мы общались как друзья с тобой. Правда хочешь? Правда хочу. Ну тогда. Давай, бери, сейчас там зомби полезу, помогай. Ну что, Леонидов, время вышло, хватит писать. Сдавай уже. Сдаю, Софья Михайловна. По Романову все списал со шпоры, которые у него спрятаны под партой. Дуравлева постоянно трогала себя за волосы возле уха. Скорее всего, у нее там скрытый наушник. Ну а прошли, все задачи решила Зябликова. Ну, вообще-то я имела в виду работу с давай, но это тоже очень полезная информация. Пять, Максимка. Иди. Ну что, сынок, подведем итоги за вторую четверть. По новой методике. Здесь ровно столько конфет, сколько у тебя предметов. Ну что, начнем? Математика. Два. Русский язык. Три. Чтение. Тоже три. И английский язык. Два. Я боюсь с такими результатами, что в этой четверти ты совсем без сладкого останешься. А у меня есть еще один дневник. Да? И что это интересно за дневник? Пятое число. Папа с друзьями пил 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 в баре родник. А маме сказал, что задержался на работе. Двенадцатое число. Маме сказано, что срочно вызвали на работу. На самом деле, был с друзьями на футболе. Пятнадцатое число. Папа с друзьями был в ночном коммуне. Так, ну все, все, все. Достаточно. Дневник. Не вопрос. Мотожонок. Мама так и говорит. Весь в папу. Самой Куликовской битвы предшествовал поединок между Челубеем и Пересветом. В этом поединке оба воина погибли, но победа осталась Пересветом. Конь смог довести его до русских войск, тогда как Челубей оказался выбитым из сил и лад. Неужели вам неинтересно? Коровин. Да, Сергей Викторович. Тебе тоже неинтересно? Почему неинтересно? Интересно. Так скучно. А? Тогда может ты нам расскажешь про Куликовскую битву, чтобы всем было интересно? Да запросто. Это было круто, это было клево, такого не видало Поле Куликова. Собрались две тусовки, устроили пати, и двое диджеев вышли на баттл. Наш Пересвет и их Челубей дали им гаджеты, сказали бей. Без дым машин повалили тучи, наш Пересвет оказался круче. Победой закончится этот бой. Эмси Мамайвис, Эмси Донской. Трек такого баттла помнит народ. Он из альбома «Россия вперед, кьё!» Ну что ж, это было интересно, но мы продолжим урок. Куликовская битва прошла 8 сентября 1380 года. Здравствуй, золотая моя. Привет, как выиграли? Хорошо. Там Алешенька спрашивает, что у нас сегодня на ужин? Гречка и котлеты. Дорогая моя, он не любит ни гречка, ни котлеты. Ты что, забыла? Это же такое поколение, фастфуд подавай. Я всё предусмотрела. Лёша, иди кушать. А что, у нас сегодня на ужин? У нас сегодня пицца с гречкой и котлетами. Ого, класс! Такую пиццу я ещё не пробовал. Так, Трубин, твоё поведение переходит все рамки дозволенного. Дай сюда дневник, я вызову твоих родителей. Я дневник дом забыл. Мариночка, отдай-ка сегодня ник. Спасибо. Я тут написала родителям Трубина, что вы зашли. Ты пойдёшь мимо и занесёшь. Вы же рядом живёте. Вот и хорошо. А, кстати, дай ещё, пожалуйста, дневник. Так, я тебе и оценки сюда Трубина поставлю. Пусть посмотрят, как их сын учится. Давай, Леночка. Ну, зови. Данюшка, сынок, иди к нам. Что? Говори. Ты не говори. Отгадай, кого мы тебе в магазине купили. Собаку? Нет, не собаку. Смотри. Иди. Это твой братик. Его зовут Коля. Нравится? Не знаю. Он тебе понравится, вот увидишь. Братик твой. Чи-чи-чи-чи. Ну, как тут наш Коленька? Проголодался, наверное. Сейчас мы тебя покормим. Коля. 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 Даниил, иди сюда. Где Николаша? А его обратно в магазин отнёс. А то он всё время плакал, плакал. Наверное, про комнату. Селезнёк, я тебя люблю. Веришь? Нет. Хочешь, я ради тебя на самое высокое дерево залезу? Не хочу. Ну, хочешь, с вышки пятиметровой прыгнул? Не хочу. Ну, хочешь, Сидорову, муха дам. Не хочу. Ну, что ты хочешь? Поцелуй меня. Ну, Селезнёва, ты вообще ничего в любви не понимаешь. Мамочка, дай денег на дискотеку. Ты забыла сказать волшебное слово. А вады, Кидабра, Фрогус, Акциус? Да. Перепутала заклинание. Абрикус, Фебрикус, Кубрикус. Так, дочь. На. На, пятьсот рублей. Но верни всё, как было. Мне так неудобно. Итак, диктую оценки за четверть. Акимова, четыре. Баранов, пять. Данченко, три. Серёженька Зайцев, семьсот пятьдесят шесть. Ирина Михайловна, вам не кажется, что вы своего сына очень любите? Ну, хорошо. Сергей Зайцев просто твёрдая пятёрка. Ну, вот, другое дело. С плюсом. Сейчас, подожди секундочку. Здрасте. Здравствуйте. Я ваш сосед снизу. Давайте меняться. Я, значит, вам даю куклу, теннисную ракетку, планшет последней модели, а вы мне скрипку. Вы мне простите, пожалуйста. У меня дочка мечтает играть на скрип. Пускай мечтает. Пускай мечтает мысленно. Ну, пожалуйста. 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 Ну. 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 Ну что вы, ну. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, хорошо. Марта! Дай мне сюда скрипку. Мам, ты что? Дай мне, я сказала. Пойдемте. Вот. Я же тебе говорила, что сначала нужно скрипку покупать, а все остальное второстепенно. Вот тебе кукла, вот тебе теннисная ракетка, вот тебе планшет. А скоро мы тебе барабаны купим. Да? Татьяна Ивановна, можно? Да, Михайловна, заходи. Здрасте. Здрасте. А я вот попрощаться с вами пришел. В армию меня забирают. Как это в армию? Ты же еще в школе учишься. Ну, так я пятый год, в девятом классе. А, ну да, пора. Ну, я пойду. Иди. Стасик. Ну, ты там в армию-то. Ну, второй год не останься. Ладно. Привет. Так, ты где так долго был? Работа уже закончилась три часа назад. И в конце концов, где твоя зарплата? Ну, дочь, ты чего это? Когда мама уезжала, она оставила меня за главным. И сказала, чтобы я делала все вместо нее. Я палой помыла, кушать сварила. Вот, осталось с тобой поругаться. Где твоя зарплата? Я тебя спрашиваю. Можно? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я папа Петя Мурашкина. Пришел узнать, как у него дела. Да все нормально. У него отличные оценки. Ну, а поведение? Он же пацан. Хулиганит, наверное. Дерется с кем-нибудь. Может, девчонок за косички дергает? Это у него примерное поведение. Да. То есть, вы мне ничего плохого о нем сказать не можете? Он очень хороший, воспитанный, умный мальчик. Придется теперь покупать ему обещанный компьютер. Танюш, а можно я больше личным примером не буду? Да. Я мясо хочу. Я в конце концов колбасу хочу. Пап, помойте сейчас слегка? Давай старту. Как я и обещала, сегодня мы будем проходить приставки. Все подготовились. Мне точно пора на пенсию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова